Всем привет! Мы не виделись целую неделю, но я вернулся с продолжением рассказа о рекордере Atomos Ninja 5. Сегодня я вам подробно расскажу о навигации по меню Atomos, основных функциях и интересных штучках, которые я применяю при съемке. У меня все готово, все запитано, все подключено, и теперь мы погружаемся в изучение меню. При включении мы увидим первую заставочку Atomos, которая показывает, что, собственно, никакого входящего сигнала нет. Чистый пустой экран. Чтобы появилась хоть какая-то навигация, нужно тапнуть на среднюю часть экрана. Здесь мы увидим четыре круглых кнопки, которые отвечают за начало записи, за переход в режим воспроизведения файлов, за режим контроля над изображением, и четвертая кнопочка Edit, которая позволяет перейти в режим редактирования, но о нем чуть позже. Далее на экране мы видим счетчик тайм-кода, шкалу входящего аудиосигнала, счетчик оставшегося времени записи на диск. Далее следует шкала заряда аккумулятора и еще одна кнопочка, которая позволяет зайти в настройки. Что же, начнем, наверное, как раз с этой кнопки. Нажав ее, мы попадаем в основное меню рекордера. Здесь у нас много вкладок. Первая из них это Input, то бишь входящий сигнал. В любом случае входящий сигнал у нас будет HDMI, потому что другого просто входа здесь нет. Далее рекордер нам показывает, что входящего сигнала нет, все логично. Строкой ниже у нас расположены настройки триггера рекордера. Здесь мы можем выбрать либо отключение триггера, то есть он у нас не будет запускаться при нажатии кнопки записи на камере. Можем выбрать начало записи по тайм-коду, либо включить управление по HDMI. Включение управления запуском по HDMI является стандартной настройкой при использовании с обычными беззеркальными, либо зеркальными камерами при записи видео. Строка расположенная в ниже позволяет нам включить настройки, отвечающие за вывод изображения при использовании записи в лог, либо в HDR. То есть если вы здесь не настроите параметры выхода, то в меню включения лутов, или допустим цветового пространства, вы не сможете задействовать функции. При подключении камеры в этом меню появится выбор бренда, то бишь Sony, Panasonic, Canon. Далее нам нужно указать, какая гамма будет использоваться при записи видео. Здесь можно выбрать REC 709, либо различные варианты S-Log. Ну если вы конечно же используете камеру Sony. Я думаю при подключении Panasonic здесь будут другие названия. Ну и гамму вы можете тоже поднастроить, выбрать необходимую. По умолчанию REC 709 здесь везде стоит. Следующей вкладкой в настройках рекордера будет вкладочка Output. В этой вкладке мы можем настроить параметры выхода HDMI. Эти настройки будут интересны, если вы используете какое-то другое устройство захвата после этого рекордера, либо просто какой-то контрольный монитор, либо вы используете видеосендер, и тогда соответственно вы можете настроить входящий сигнал в видеосендер, допустим если вы записываете материал в 4К, а сендеры поддерживают как правило передачу только Full HD, вам нужно выбрать функцию Pull Down, то есть уменьшение разрешения до Full HD с 4К. Как раз вкладка Output позволяет сделать все эти настройки. Следующая вкладка Record. В общем-то это основная вкладка этого рекордера. Здесь вы можете активировать функцию Pre-Roll, это предзапись. Для разрешения 4К она составляет 2 или 3 секунды, для Full HD скорее всего побольше. Точно не изучал, но 3 секунды вы получаете при использовании 4К. Кстати, очень классный режим. Камера у вас еще не записала, запись не началась, а рекордер уже сигнал захватил. То есть у вас получается такой бонус. Даже если вы, получается, не успеваете нажать на кнопку записи на камере, рекордер у вас из буфера, соответственно, записывает на диск вот эти вот 3 секунды, которые, собственно, вам могут спасти всю вашу ситуацию, если что-то профукали. Далее мы здесь можем выбрать кодек. Здесь возможен выбор из двух вариантов. Либо прорез, либо DNX HD. Вот. Но мы оставляем прорез. С тем форматом я вообще не знаю, что делать, как с ним работать. Поэтому оставляем прорез. И далее мы можем выбрать степень компрессии нашего сигнала. Здесь, возможно, три варианта. Либо LT, либо 4.2.2, либо HQ. Прокси здесь нет, так что минимальное качество это получается LT. При использовании компрессии LT битрейт 4К сигнала в 25 кадрах в секунду получается где-то около 300 Мбит. Здесь также можно настроить режим Pull Down. В данном случае эта настройка отвечает за уменьшение разрешения именно при записи самого рекордера. То есть, если вы здесь поменяете параметр, то на ваш SSD диск будет писаться сигнал в меньшем разрешении. Проще Pull Down задать из камеры, потому что всегда настройки HDMI порта есть, и вы можете, записывая на камеру 4К, писать на рекордер Full HD, если есть такая необходимость. И, кстати, если у вас все-таки на камере выбрано 4К, то Pull Down это все очень хорошо, и вы получаете офигенное резкое детализированное изображение на Full HD. При этом еще на рекордере. То есть, с гигантским битрейтом, просто в идеальном качестве. Единственное, Sony A7R2, которой я пользуюсь, она позволяет писать 4К только 25-30 кадров в секунду, 60 там нет, поэтому о всяких замедлениях при записи с повышенной частотой кадров вы можете забыть. Но зато получите идеальную картинку, и ваши файлы будут занимать минимум места. То есть, такой лайфхак. Проверил случайно, качество картинки просто изумительное. Получается Full HD, так что можете использовать, записывать. Все очень круто работает. Собственно, на этом же экране показывается оставшееся место на диске в часах, минутах и секундах. Переходим к следующему пункту меню. Это меню «Файл». Здесь вы можете произвольно выбрать название своих файлов. Долго останавливаться на этом пункте не буду. Я думаю, потыкайте, просто сами разберете, что куда. Здесь можно изменить название начала файла до нижнего подчеркивания. Следующий пункт меню отвечает за настройки аудиозаписи. Здесь вы можете, нажимая на пиктограмму наушников, выбирать тот канал аудио, который вам необходимо прослушать в данный момент. Так как рекордер позволяет записывать аудио через HDMI, то, которое идет непосредственно с камеры. Вот. И еще имеет линейный вход. Здесь вы можете одновременно активировать аналоговый вход. Активируется он нажатием кнопочек L и R. Ну и также вы здесь можете регулировать громкость выхода наушников. Погромче, потише. Здесь вы можете также регулировать положение звуковой шкалы на главном экране. Это либо горизонтальное положение, либо вертикальная ориентация. Продолжаем наше путешествие по меню. На вкладке аудио мы видим более глубокие настройки по аудиосигналу. Здесь для каждого из каналов вы можете задать усиление сигнала и задержку в аудиосигнале. Кстати, почему-то при записи на этот рекордер аудиодорожка отстает где-то на три кадра от видеоряда, поэтому при дальнейшей синхронизации на компьютере приходится это все немножко пододвигать, если вы синхронизируете, допустим, с картинкой с камеры. Но сдвигать аудиосигнал здесь можно только в положительную сторону. То есть вы можете его сдвинуть вперед, назад его сдвинуть не получится. Ну что, в принципе, конечно, логично, но убегает он как раз вперед. И надо бы его на три кадра сдвинуть назад, но этого сделать не получается. Хотя надо проверить на самом деле эту штуку, потому что я здесь параметр не менял. Вот оно как 0 фреймов, так и стоит. Возможно, если я поставлю плюс 3 фрейма, возможно, как раз звук с картинкой синхронизируется идеально. Продвигаясь дальше по меню, мы нажимаем кнопочку «Медиа». Здесь, собственно, кнопка одна, формат. Для чего она, я думаю, вы понимаете. Она позволяет полностью очистить ваше дисковое пространство на SSD. Далее мы видим вкладочку «Таймкод». Здесь вы можете настроить формат вывода таймкода. Либо это будет таймкод, приходящий с камеры, либо это будет фриран, либо это какое-то значение, установленное вами. То есть выбирайте то, что удобно. Если вы хотите увидеть таймкод, который передается с камеры, вы должны сурсом выбрать HDMI. Вот. И тогда, собственно, на рекордере вы будете видеть тот же самый таймкод, который видите на камере. Далее меню «Дейт». Ну, здесь все понятно, вы устанавливаете просто дату. Далее идет вкладочка «Баттери». В этом меню вы можете либо выключить рекордер, нажав на эту зелененькую круглую кнопочку 4 секунды, либо его заблокировать, нажав на нее единожды коротко, либо посмотреть состояние аккумулятора. Вот здесь заряд аккумулятора, кстати, показывается очень точно, поэтому вы можете ориентироваться на него на 100%. Случайно у вас рекордер не выключится, показывая, допустим, половину. Здесь все очень точно, все идеально. При этом, когда заряд аккумулятора заканчивается, рекордер выдает такую ошибку во весь экран. При этом на записи это, конечно, никак не влияет, просто он предупреждает, что он скоро разрядится. А после этого предупреждения у вас где-то есть еще минут 10-15, ну, может быть, 20, собственно, на замену аккумулятора. То есть он предупреждает заранее, вот, и вы можете предпринять меры. Последняя вкладка – это инфо. Здесь вы можете проверить версию установленной операционной системы, посмотреть серийный номер аппарата. Ну, и сделать факторы реза, просто сбросить все настройки в ноль, в заводские. С основным менюем мы разобрались, и теперь пойдем смотреть настройки изображения рекордера. Для этого мы нажимаем на крестик в углу, очистив экран. Ну, и в данном случае, чтобы перейти нам ко всем вот этим вот настройкам, ко всем возможностям OS X, которые она открывает по контролю изображения, нам придется нажать на кнопочку «Play». Вот, мы откроем какой-нибудь файл, который у нас содержится на SSD-диске. Ну, пускай это будет другой файл. Сейчас вот здесь вот с каким-то номером красивым был. Ну, пускай вот этот вот файл будет. Кстати, я тут из старых загашников замутил себе новый контровой свет. Раньше у меня стояла LED-панель дневного света, а теперь 100-ваттный галогеновый источник от фирмы Lowell. Очень прикольная штука, чем-то напоминает дедолайты. Конечно, гораздо проще. Пучок не такой сфокусированный, свет, наверное, не такой правильный. Но зато работает не только от сети, но и от аккумулятора. Если кому-то будет интересна информация о том контровом свете, который я использую, то ссылочка на него будет под описанием данного видео. Снова возвращаемся к изучению возможностей нашего рекордера. Про воспроизведение с огромной скоростью я вам, наверное, говорить не буду. Прорез — это кодек без межкадрового сжатия, поэтому здесь даже с воспроизведением файлов тоже такой же никакой проблемы нет, как и на компьютере при воспроизведении прореза. Вот мы можем гонять ползунок туда-сюда. И вообще без проблем видим все четко, точно, гладко. Также здесь есть настройка скорости воспроизведения. То есть вы можете сразу замедлять кадры, записанные в 50-100 кадров в секунду, неважно как, то есть вы сразу их можете воспроизводить. А дальше нас ждет, собственно, святой грааль, прям вот этого, наверное, рекордера. Это кнопочка «Монитор». Нажав ее, мы переходим в то меню, которая нам позволяет контролировать различные параметры нашей картинки, нашего изображения. Начинаю от гистограмма. Нажав на эту кнопку, мы сразу видим гистограмму в черно-белом исполнении. Ну, то есть это для цветов и теней. Нажав следующую кнопочку, мы видим ту же самую гистограмму, но уже с распределением по цветам. Дальше у нас следует два пункта, которые отвечают за контроль изображения по цветовому балансу и также по освещенности. Как они правильно называются, я не знаю, не помню точнее. Поэтому я про них говорить не буду. Ну и, в принципе, при использовании в репортажной съемке, наверное, это лишний параметр. Потому что проконтролить точную картинку у вас не будет времени. Вот. Вы можете использовать цветную гистограмму. Тогда для того, чтобы проверить баланс белого, это параметр более понятный. Пятым пунктом у нас идет кнопка, которая активирует фокус-ассист. Фокус-ассист и зебра, я думаю, не стоит вам рассказывать, для чего эти параметры нужны. Ну или вкратце, может быть, все-таки упомянуть. Фокус-ассист нужен для чего? Собственно, его предназначение вытекает из его названия. Он помогает точнее фокусироваться. Он цветным выделением показывает контрастные области, на которые в данный момент сфокусирована камера. Соответственно, его можно применять как для грубой, так и для точной наводки на резкость. Это гораздо нагляднее, чем просто вглядываться в изображение. Хотя здесь экран отличный, конечно, в принципе, здесь резкость видна и без дополнительных каких-то приблуд. Но фокус-ассист просто может все это дело ускорить. То есть вы можете на глаз быстренько резкость прокрутить и на 90% точно ее установить. Следующий пункт – это вот у нас такая цветовая трансформация. Правильно называется этот пункт меню, я не знаю, но эта цветовая трансформация позволяет контролировать оттенки кожи. Если вы снимаете людей, то есть вы можете плюс-минус очень точно увидеть, правильный ли у вас оттенок кожи или неправильный. Далее очень интересный параметр, который позволяет перевести картинку в ЧБ. Кстати, я пользуюсь этим параметром вместе с фокус-ассистом, потому что он позволяет отключить цвета и, соответственно, ваш взгляд просто меньше отвлекается на какие-то другие объекты, на другие цвета и позволяет сосредоточиться на фокусировке. Далее в нашем меню мы видим пунктик, который позволяет нам увеличить картинку. Кстати, это увеличение работает и при воспроизведении. И тут же вы можете с помощью тачскрина проматывать нашу, пролистывать нашу картинку, просматривая все ее области. Также вы можете делать, кстати, и при записи видео. То есть вы можете в любой момент увеличить картинку, не останавливая запись, и во время записи проконтролировать ваше положение фокуса. Есть он, нет его и где он находится. Вот, кстати, камеры Sony, в принципе, при записи позволяют увеличивать картинку. То есть они не ограничивают вас в контроле зоны резкости, где у вас находится фокус. А вот Panasonic GH5, он позволяет только до начала записи проконтролировать положение фокуса, увеличить часть картинки. А вот с рекордером вы эту проблему-то и решаете. То есть вы можете контролировать в любой момент, увеличивая картинку. При этом, правда, если вы пишете Full HD, вы можете картинку увеличить только в два раза. А если вы пишете в 4К, то вы можете увеличить один к одному, посмотреть пиксель в пиксель картинку и увеличить тоже в два раза. Последние три пункта этой вкладочки позволяют всякие красивости добавить на наш рекордер. Сейчас мы берем увеличение. То есть здесь вы можете безопасные зоны типа включить, ну, прям как на профессиональных мониторах для телевидения и кино. Вот здесь вы можете включить вот такой вот крестик, перекрестие. Здесь вы можете включить также шторочки, которые в различных соотношениях вам позволят правильно кадрировать вашу картинку, ваше изображение. И здесь также находится включение режима преобразования аноморфотной картинки. Ну, тоже в разных соотношениях здесь. Вот все это дело настраивается, меняется. Кстати, вот еще какой момент. Если вы, находясь в этом режиме, в режиме монитора, нажмете кнопочку настроек, вы попадете в настройки как раз вот тех пунктов меню, которые находятся в этой вкладке. То есть здесь все начинается с вейформы. Вейформу вы видели на главном экране. Здесь вы можете выбрать ее положение. Либо она будет находиться в углу, либо в нижней части экрана, либо она будет полупрозрачная практически на весь экран. Здесь вы можете настроить также ее прозрачность и яркость. Следующая вкладка – это настройки фокус-пикинга. Здесь вы можете его настроить под себя, выбрав показ только контрастных деталей на фоне ЧБ картинки. Ну, это, в принципе, очень похоже на тот пункт, который я там вот сам активировал. Но единственное, здесь картинка обесцвечивается и теряются детали еще в тех областях, которые не являются, не находятся в зоне фокуса. Здесь вы, получается, видите только грани тех объектов, которые находятся в фокусе. Вот. А сам объект, он теряется. То есть ничего не показывается. Есть только грани, которые находятся в резкости. Есть промежуточный режим, который, ну, по идее, переводит картинку походу просто в ЧБ. Он может быть с каким-то там еще цветовым профилем. Либо стандартный режим, когда у вас просто выделяются грани, и при этом вы видите стандартную нормальную цветную картинку. Здесь также вы можете выбрать цвет вашего фокус-ассиста. Ну, цвет фокус-ассиста, я думаю, стоит подбирать в зависимости от того, что вы снимаете. То есть если у вас цвет, допустим, фона совпадает с цветом фокус-ассиста, ну, ясно, что вы нифига не увидите. Поэтому вы выбираете какие-то противоположные цвета. Для этого, кстати, здесь вот большой такой цветовой ряд возможностей выбора цветов. Далее вы можете настроить толщину фокуса-ассиста. Здесь вот есть три настройки. Ну, по умолчанию вроде как бы самое адекватное. Это вот первое, это самый тонкий режим. Здесь вы можете видеть даже мельчайшие детали, которые будут находиться в фокусе. Следующая вкладка – это настройка зебры. Ну, соответственно, зебра у нас показывает пересвет. То есть вы можете настроить порог включения этой зебры. То есть это 90%, там, или 50%, либо 100%. Следующая вкладка – это у нас луты. Луты, кстати, активируются и выбираются из корневой директории нашего SSD-диска. И здесь есть несколько настроек, которые позволяют активировать показ лутов во время записи. Либо лут будет выводиться через HDMI-выход. То есть вы будете видеть картинку нативную с камеры, а кто-то следующий будет видеть уже картинку с наложенным лутом. И третий пункт – это сравнение того, что было до и после применения лута. Все ясно, понятно. Следующая вкладка – это монитор. Она как раз позволяет активировать либо луты, либо какие-то настройки, которые вы сделали в начале нашего видоса во вкладочке «Output». То есть по умолчанию здесь горит кнопочка «Активировано native». То есть это родная картинка с камеры. Также, если вы настроили профиль камеры, выбрали гамму и логарифмическую кривую, вы можете активировать здесь вот REC 709, но сейчас не активно, потому что нет входящего сигнала. Либо если ваша камера может выдавать HDR-сигнал, вы можете перейти в режим HLG, включить его. Ну, либо вот, собственно, луты. Если у вас какой-то лут выбран в предыдущей вкладке, то вот нажав на эту кнопку, как раз вы его активируете, загрузите, так скажем. Еще здесь несколько интересных пунктов, которые позволяют включить-отключить лампочку TALLE. Я не знаю, как TALLE, наверное, правильно произносится. В общем, это та красная лампа, которая горит обычно на камерах и показывает, что эта камера ведет записи, и на нее нужно ориентироваться. Вы можете включить или выключить этот режим. Здесь эта кнопочка есть. Лампочка TALLE находится между аккумулятором и SSD-диском. Она хорошо видна издалека, достаточно такая яркая, и она мигает во время записи, если этот режим включен. Есть тут какая-то вкладка с замочком. Я так и не разобрался, что она значит, что она позволяет делать. Ну и, соответственно, кнопка FLIP. Она позволяет развернуть изображение на 180 градусов, если вы в перевернутом состоянии используете рекордер. Здесь гира датчика нет никакого, поэтому придется вручную все переворачивать. Но это никаких неудобств не доставляет. Очень удобно. Итак, последняя вкладка, которая у нас остается для изучения в этом рекордере, это вкладочка DISPLAY. Здесь вы можете как раз настроить основные параметры дисплея этого рекордера. Она позволяет регулировать яркость задней подсветки. И получите самые тысячи нит, заявленные производителем. Сдвигать гамму, сдвигать гейн, усиление. Можете при этом сбрасывать все. Или... Нет, но все одновременно вы здесь не сбросите. Вот тот параметр, который вы меняли, вы можете, по-моему, сбросить. А, даже к бэклайту это не относится. Это вот относится к остальным трем режимам. Ну, в общем, это все меню. Оно достаточно понятное, простое, легко запоминаемое. Кстати, тачскрин здесь очень отзывчивый. Единственное, что он мультитач не поддерживает. То есть одним пальчиком придется тыкать. Увеличить картинку там разведением пальца в разные стороны тоже не получится. Придется тыкать кнопку увеличения все время. А, ну вот, что еще не сказал. Для быстрого доступа к настройкам вы можете вот в верхней строке непосредственно тыкать на необходимые вам пункты и перемещаться к ним очень быстро. То есть настройки включения и выключения лутов, настройки выходного сигнала, настройки входящего сигнала, режим записи, название файлов. В данном случае, если это меню просмотра, то вы можете перемещаться очень быстро к различным файлам. Здесь показывается, получается, ну, название файла, разрешение, в котором все это дело снято, кодек и продолжительность. Кстати, можно создать даже плейлист для последовательного воспроизведения необходимых файлов и экспортнуть его потом еще в XML. А вот теперь мы переходим к самому интересному в этом рекордере. Самому бесполезному, наверное, и самому интересному, чего я вообще не ожидал в этой штуке увидеть. Это четвертая кнопка, кнопка Edit. На удивление, она нам позволяет в какой-то мере даже редактировать наши файлы. То есть здесь вы можете установить, отметить вход в файл, выход из файла, поставить, типа, лайк, лайкусик дать файлу. Ну, видимо, здесь установить количество персон в кадре. То есть это будет одна персона, либо две персона. И при этом, вот нажав, допустим, на эту кнопочку, вы можете также, вы также можете выделить необходимый фрагмент, на котором, собственно, и будет показано, что вот здесь вот есть человечек. Либо вот второй фрагмент вы можете выделить вот таким вот нажатием. Вот они все выделяются. Но что это за полоски, я не знаю. Что они позволяют сделать. Но таким образом вы также можете разметить весь ваш файл другими какими-то вот этими вот штукенциями непонятными. Здесь вы можете пометить, что вам нужно, допустим, вырезать или вставить. Тоже таким же образом. То есть в одном месте отметили. Конечно, никаких действий рекордер сам с файлом не производит. Он просто ставит отметки, которые потом вы можете экспортировать в XML. Вот он что-то экспортнул. Соответственно, этот файлик окажется на SSD-диске. И дальше вы можете его грузануть уже непосредственно в вашу программу для редактирования. И эти пометочки вы увидите. Вот такой одновременно сложный и простой рекордер Atomos Ninja V. О интересных девайсах для записи звука я расскажу вам в следующем видео. Но пока мы ставим лайк и подписываемся на канал. А также не забываем комментировать и задавать вопросы в комментариях. Я очень люблю на них отвечать. И отвечаю развернуто. Так что, в принципе, в комментариях вы можете тоже почерпнуть какую-то дополнительную информацию, которая может быть не освещена в самих видосах. Так что не стесняйтесь, задавайте вопросы. Пока подписчиков немного. Я отвечаю на все. Пишите. Пока. Пока.